Значит, мы продолжаем нашу школу. У нас психологическая помощь. Выступит сейчас перед вами медицинский психолог, научный сотрудник отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации неонкологии, Вагайцева Маргарита Валерьевна. Она вам расскажет особенности эмоционального восприятия различных периодов течения заболевания. Ну что, не ставлю флешку? Нет, пока. Давай вставим. Флешка, можете? Уходят, продвигаются вперед. Скажите, слышно ли меня? Слышно, хорошо. Сейчас нам сделают флешечку. И мы поговорим с вами о том, что вообще-то существуют разные этапы заболевания. Там мы это громко, то есть как-то тщательно увидим на слайде. Их всего семь считается. Один из них считается нулевым. И независимо от этих самых этапов течения заболевания, есть еще такой параметр – этапы психологической адаптации к заболеванию. Так вот, эти вещи неоднозначно коррелируют друг с другом положительно. На любом этапе заболевания, вот сейчас мы к этому приблизимся, человек может оказаться на разных этапах своей психологической адаптации. От этого, конечно, на это влияет то, как человек воспринимает течение своего заболевания. Что такое эмоциональное восприятие? Да, просто давайте сориентируемся в терминах, чтобы понимать, о чем мы с вами говорим. То есть это важнейшая психологическая характеристика человека, который, в общем-то, и обуславливает особенности нашего реагирования. А вообще все ушло. Что там у нас не так? Я прошу прощения. Помогите мне, пожалуйста. Я на что-то нажала, да, вероятно? Спасибо. Спасибо. Да, вправо. Спасибо. Эмоциональные реакции личности сугубо индивидуальны. Совершенно невозможно говорить о том, что я могу реагировать на что бы то ни было точно так же, как и мой сосед. Даже если мы находимся в одной ситуации, и даже какие-то кластеры могут у нас быть общие попадания эмоциональных реакций. Но вообще-то они сугубо индивидуальны. То есть они конкретны, обусловлены моей личностной природой. И для меня удобны и привычны. Также характеристиками эмоциональных реакций является то, что они всегда спонтанны. Мы с вами каждый раз при встрече говорим о том, что мы особо не можем контролировать свой эмоциональный ряд. Это просто такой фактор регистрации нашего ответа на раздражители, на совокупность раздражителей. Поэтому эмоции нельзя обнулять, нельзя их игнорировать, нельзя говорить о том, перестаньте плакать или не переживайте, соберитесь, какая ерунда. Это, в общем-то, скорее такой метод сообщить другому человеку, ну-ка, веди-ка себя так, чтобы мне было удобно. Но так как нас этому обычно в детстве обучают родители, чтобы мы были достаточно удобны для них и для социума, то мы тоже привычным образом со временем, в течение всей нашей жизни, начинаем табуировать свои негативные эмоции, почему-то считая, что если они неприятные, то значит они... Хорошо, спасибо большое. Раз они неприятные, то они не должны существовать. Так вот они не могут не существовать. На отрицательно заряженный раздражитель мой ответ будет негативным. И так, и он будет спонтанным. Я не могу никак его первично проконтролировать. Наши реакции индуцируемы. То есть я могу заряжаться и заражаться вашими реакциями, и я могу влиять на вас. Это хорошая новость. Это значит, что, в принципе, как бы я изначально индивидуально не воспринимала какую-то негативную для себя ситуацию, по сути дела я могу изменить свое восприятие ее. И изменить я могу с помощью когнитивного инструментария. Как правило, оценки и суждения подвергаются сомнению специалиста. И я, в принципе, могу соотнести то, как это может быть, и то, как это у меня происходит. У меня есть выбор. Как только я перехожу на уровень осознавания своего поведения и своего состояния, у меня появляется выбор. Качество моей жизни может быть вследствие этого выражено улучшено. Эмоциональные реакции возникают в ответ на значимые для личности внешние воздействия. То есть жизненные обстоятельства, условия общения, поведения и особенности партнеров по этим условиям общения во внешних обстоятельствах. Понятно, что разный уровень значимости у каждого человека по отношению к такому, например, событию, как поедание мороженого, ну, понятно, что достаточно одинаково мы реагируем на ситуацию онкологического заболевания. Много похожих компонентов нашего реагирования. Жизненные обстоятельства, в том числе, хроническое заболевание, то есть болезнь, которая не имеет признанного способа абсолютного излечения. И это те диагнозы, да, которые требуют постоянного внимания и надлежащего ухода. И к таким хроническим заболеваниям, слава богу, на сегодняшний день мы уже можем отнести онкологическое заболевание, которое, может быть, лет сто тому назад еще было фатальным, но с тех пор сильно распространилось. И, как ни парадоксально это звучит, это стало таким хорошим фактором, потому что стала и медицина развиваться. И развелась до такой степени, что очень многие формы рака на сегодняшний день подлежат ремиссии. И даже те, которые рецидивируют, тоже по-прежнему достаточно совместимы с жизнью. Жизнь продолжается, значит, мы начинаем переходить на уровень понимания качества этой жизни. Итак, стадии любого заболевания, в том числе хронического заболевания, онкологическое заболевание. Первая, нулевая стадия, это профилактическая. Мы поговорим с вами о том, почему вообще мы, да, почему она для нас считается значимой. Но нам с вами на сегодня, наверное, уже актуальнее фаза или этап, или стадия активного лечения. Да, кто здесь сейчас находится на этапе активного лечения? Ну, вот несколько человек, да, в нашем сегодняшнем коллективе довольно высокий процент. То есть сначала у вас была стадия у всех постановки диагноза, потом фаза активного лечения, потом постановление, которое люди обычно игнорируют. И мы сегодня немножко об этом поговорим. И ура, ремиссия. Ремиссия – это хорошо, это то, к чему мы стремимся, но иногда бывает рецидив, у нас же тяжелое хроническое заболевание. И потом снова ремиссия. Ну, а может быть, и палеотивная стадия. Да, особенности палеотивной стадии сегодня тоже пару слов мы скажем. Итак, на любом этапе течения заболевания вы опять что-нибудь хотите мне поправить? Хорошо. Может, вы не... Да. Ну, мне кажется, что меня плохо слышно. Если будет плохо слышно, вы руками машите. Хорошо, я буду кричать. Так вот, на любом этапе течения заболевания, которое мы сейчас с вами перечислили, наше эмоциональное восприятие, собственно говоря, подразделяется на три категории. Конструктивное, когда я осознаю ситуацию заболевания и, в общем-то, достаточно хорошо сохраняю эмоциональное здоровье. Ну, или дефицитарное, или деструктивное отношение. Непроизвольное избегание ситуации, когда я не понимаю, что я вытесняю, однако вытесняю, настолько вытесняю, что, может быть, даже лечиться не иду или, в общем, чем-то пренебрегаю в своей жизни. Либо, наоборот, так прикован к этой ситуации, что попадаю в то самое тоннельное сознание и ничего другого больше со мной не происходит в длительном периоде. Давайте теперь рассмотрим как раз по этапам особенности восприятия. Вот этот самый нулевой профилактический момент. Почему мне кажется, что важно сегодня это проговорить? У вас ведь есть семьи, у вас ведь есть кровные родственники. И, к сожалению, мифологизация диагноза в нашем сообществе еще достаточно хорошо выражена. Это связано с тем, что люди не знают, что они уже подвержены лечению, что это можно делать, и они очень боятся. И поэтому они пропускают самый начальный этап. Так вот, я не к тому, чтобы вы с транспарантом ходили и посторонних людей информировали, но возьмите ответственность за своих детей. Возьмите ответственность на себя за своих кровных родственников. Вам вполне подвластно стать примером мужества и достоинства человеческого при столкновении ситуации онкологии. Посмотрите на меня, я справляюсь. Не бойтесь узнать про себя это. Почему пропускаем фазу диагностики на ранних этапах? Слишком страшно зайти в этот кабинет. Обратный какой-то ассоциативный ряд у человека возникает в голове, что я зайду, и тогда я болен. Ну, это же, в общем, мифы и суеверия. Так вот, помогите своим близким разбить этот ассоциативный ряд. Убедите их в том, что болеть можно, но и жить при болезни тоже можно. Пусть они не боятся вовремя обследоваться. Пусть они возьмут ответственность за свое здоровье, на себя, на той стадии, когда это будет для них критически важно, чтобы не запустить это заболевание. Значит, ну, конечно, кроме невротизирующими факторами, кроме этой самой мифологизации является наша низкая социальная защищенность. Конечно. Но вы же тоже знаете о том, что существуют квоты, есть какие-то пути. В конце концов, можно потерпеть, может быть, не самые комфортные условия в случае столкновения с городскими службами, но не это важно. Выйти приносители этой информации, вы можете, и, мне кажется, даже должны ею делиться. Фаза постановки диагноза. Ну, конечно, большинство, не знаю, почему фонит, большинство людей, и это особенность онкологического заболевания, воспринимают ее ситуацию как экстремальную. А экстремальная ситуация – это та, которая происходит вне поля моего воздействия. Я совершенно бессильна, и поэтому и делать ничего не буду. Потому что, по большому счету, это и происходит не со мной. Такая вот обычная первичная реакция на диагноз. И только те люди, которые, между прочим, спонтанные, большинство людей так с ними это и происходит в процессе адаптации, присваивают себе ответственность за свое собственное здоровье и за прохождение лечения. Вот те люди достаточно хорошо и быстро адаптируются. Это не значит, что они не плачут, не горюют, не пугаются, не боятся. Но, тем не менее, качество их жизни по пути прохождения лечения будет лучше. Те люди, которые продолжают… И это значит, что они переработали ситуацию как кризисную. А те, которые продолжают ответственность выносить вне своего сознания и своей ответственности, они остаются в поле вот этой экстремальной ситуации. И вот это, как правило, дезадаптанты. Ну, конечно, травмирующий фактор для восприятия ситуации первичной постановки диагноза – это полный, максимальный уровень неопределенности. Совершенно непонятно, да. Только приступили, еще верификацию, может быть, не прошли. Но не мне вам рассказывать, с чем это связано. И, конечно, самая нормативная реакция на эту ситуацию – это шок, отрицание и гнев. И это про то, что, если даже я считаю, что я не должна гневаться, и что я всегда должна быть собранной, и хаос не может настигать меня, ну, забудьте об этом. Вот с этого момента вы знаете, что такие переживания абсолютно нормативны. Если я принимаю эти свои состояния, я могу дозировать их спонтанность. И, скорее всего, без организации, да, и перевозбуждения у меня не случится, потому что я буду правильно относиться к своему состоянию. Буду дозировать отдых и напряжение. Буду много плакать, потому что действительно горько. Да, буду как-то с близкими договариваться. Не волнуйтесь, это не про вас. Подождите, все образуется. То есть, если я осознаю и принимаю свои негативные эмоции, то я в большей степени ими владею. Если я их стыжусь и вытесняю, то тогда они владеют мной. Вот на этом этапе это касается и пациентов, и родственников пациентов, потому что, вы же знаете, наши родственники всегда мощно кидаются навстречу, подхватывают и могут не рассчитать свой эмоциональный ресурс. Потом это чревато некоторым таким отскоком стороны. На этапе лечения уровень неопределенности как раз достаточно низкий, потому что уже вступил в дело врач, взял все под контроль, и по большому счету пациент в этот момент расслабляется. Но при этом приходит медикаментозная интоксикация. На фоне перенесенного острого дистресса в предыдущий период, это достаточно мощная нагрузка на эмоциональную сферу. И этот травмирующий фактор постоянно воздействует. Вы же никуда не можете выйти из этой ситуации. Вы каждое утро с этим просыпаетесь, а лечение угнетает эмоциональную сферу своим чередом. Совершенно не зазорно при этом просить о помощи. Очень важно на этом этапе особенно внимательно относиться к своей эмоциональной сфере и помнить, что чем короче эти состояния, то ли они в течение дня возникают у меня и чередуются, то ли это несколько дней потом само рассосалось, но тогда это в общем норма и безопасно. И надежда моя, и торговля моя, давайте я что-нибудь сделаю, Бога поверю, только вылечите меня, пожалуйста. Вот это все в норме. Как только я застряла в этом состоянии больше двух недель, это повод обратиться за психологической помощью, которая, слава богу, теперь развивается и все более становится доступной хотя бы в стационаре. Потому что депрессивная симптоматика и вот эти качели торговли, верю, не верю, надеюсь, не надеюсь, это нормальные состояния для этого периода. Очень важно отслеживать, как долго они тянутся. Если они сменяются чем-то другим в течение дня, я могу на что-то отвлечься, все, это норма, не надо пугаться. Если я не выхожу из этих состояний достаточно долго, в течение двух недель и более, ради бога, обращайтесь. Есть легкие антидепрессанты, которые совершенно показаны, и психологическая помощь, не медикаментозная тоже. Это такое выраженное облегчение этих состояний, что просто досадно ими пренебрегать. Этап восстановления. Ну вот, казалось бы, все, операция позади, даже курс химиотерапии позади. Я пришел домой, и главная опасность – это рывок здоровья. Я хочу воспринимать себя как абсолютно здорового человека. Не только я хочу, близкие меня к этому всячески склоняют. Тут вообще с близкими две проблемы. Они могут инвалидизировать, то есть брать вас под контроль и не выпускать, и всячески вас нянчить. Но это скорее женщины с мальчиками, с мужчинами со своими так поступают. А мужчины женщинам говорят к Мартену. Ну, вернулось, все уже здоровое, давай скорее. А силы в этот момент особенно истощены, потому что это последствия выраженного дистресса, осознавания того, что то, что пришло, остается. Мне не просто что-то отрезали. Это системное поражение организма. И еще, ко всему прочему, только что я подвергалась либо химиотерапии, либо большому наркозу. И тогда очень важно научиться договариваться со своими близкими. Сейчас уделить этому внимание много не получится. Когда-нибудь мы эту тему рассмотрим прицельно и пристально. Все, кого это интересует срочно и сейчас, ну, все стационарные могут обратиться бесплатно за помощью психолога. Все амбулаторные, к сожалению, пока за деньги. Ремиссия. Казалось бы, все хорошо. Настолько, насколько это вообще возможно. Прошло три года, и мой диагноз уже ставят под сомнение. Я уже более или менее адаптировалась ко всему, что происходит. А нет, именно в этот период может обналичить себя истощением психического ресурса. Физически вроде уже набирается вот этот страшный перепуг и неверие того, что что-то позади. И осознавание того, что тут позади особо-то и не бывает, надо все время следить за собой. Я, в общем-то, пациент по жизни. Это же хроническое заболевание. И вот это как раз аукается достаточно серьезно. В худшем случае посттравматическим стрессовым расстройством. А вот, как правило, чаще всего изменениями отношений межличностных, изменениями цели полаганий. Бурный личностный рост. Это то, что характерно для онкологических пациентов. И человек может почувствовать себя несколько в изоляции. Вот очень люблю ремиссионные группы именно за то, что люди понимают, что есть какие-то преимущества в моем положении. Личностный рост вообще-то, личностная зрелость – это здорово. А с другой стороны, я ушла в такой отрыв. Все остальные здорово подстали. Я чувствую себя немножко одиноко. И научиться осознавать себя как новую выросшую личность – это, в общем, такая хорошая история. Называется это «экзистенциальный кризис». Опять-таки, многие проходят его спонтанно, самостоятельно его разрешают. Ну, если все разрешается не очень хорошо, то особенности посттравматического стрессового расстройства – это тревога, навязчивые состояния, флэшбэки, ну и депрессия. То есть уже человеческая депрессия, не депрессивные состояния, которые сменяются чем-то другим, а нормальная уже эндогенная депрессия с хорошим заходом, которая без медикаментозного выхода уже не обойдется. Это, кстати, ничего страшного. Это не органические изменения пока еще в этом плане. Бывает, что есть рецидив. И, с одной стороны, кажется, что это очень тяжело, потому что мои надежды себя не оправдали. Но, с другой стороны, во-первых, человек уже достаточно адаптированный к этой ситуации, а во-вторых, у него под руками все маршрутные карты. Он уже точно знает, как из этой ситуации выходить. У него уже хорошие доверительные отношения со своим лечащим врачом. Это не безресурсное состояние. Там можно черпать и черпать. А вот нормативные реакции все те же самые. Да, опять шок, естественно, отрицание. Но еще тут же и надежда, и качели. Потому что один раз я выскочу, и я думаю, что еще раз у меня это получится. В общем, своеобразное состояние по восприятию. И если мы оказываемся в палеотивной стадии, то, конечно, люди, которые от нее далеки и не подготовлены к этому специально, думают, что там тоже жизни никакой нет, как на Марсе. И это не так. Там достаточно много своих ресурсных состояний. Не думаю, что сегодня для кого-то из вас это актуально. Палеотивная медицина – штука своеобразная. Но всегда речь идет о инкурабельности пациента. То есть активного лечения больше не будет. Зато будет обличение симптоматики острой и активный разговор о качестве жизни. Так вот, на этой стадии жизнь продолжается. И продолжается, между прочим, достаточно долго. И очень жалко, когда люди на этой стадии теряют качество жизни, потому что пугаются того, что происходит. С этим, кстати, тоже можно работать и достаточно эффективно. Так вот, на любом этапе болезни я могу быть эмоционально здоров, несмотря на то, что реакции спонтанны. Но я помню, что, во-первых, я индуцируем. Если я найду правильное сообщество, то я смогу выскочить из своих привычных паттернов, загружаться. И я могу путем осознавания влиять на свое восприятие того, что происходит. Что значит «я эмоционально здоров»? Это значит, что я могу свободно обсуждать свою ситуацию. Это вовсе не значит, что я не плачу, не горюю, не ссорюсь, не гневаюсь. То есть нет, я делаю все это, не стыжусь этого, это дозировано и под контролем. Я не застреваю на этой ситуации. Я не избегаю ее. Если про нее со мной разговаривают, я могу поддержать этот разговор, но никому не предлагаю его навязчиво. Тогда эмоционально здоров. Как мы корректируем восприятие? Это можно делать самостоятельно, а можно приходить в группу или на индивидуальные занятия. Но это алгоритм всего-навсего-то и надо, чтобы признать, утилизировать, планировать и поощрить. Поощрить, конечно же, себя. Признать, конечно же, себя. Как своеобразную и очень ценную личность. Утилизировать свои негативные переживания, которые до этого накапливал в себе. Ну и научиться уже на свободе планировать свое будущее. Кстати, в краткосрочном периоде, когда работают с травмой, планы строят краткосрочные, даже если речь идет просто о потере имущества. Так выходит из травматичной ситуации. Еще один алгоритм коррекции. Три составляющих. Это время. Я и мир, который меня окружает. Нужно помнить о том, что я справлюсь, но всем нужно время. Не торопись. Не завышай требования к себе. Не требуй от себя слишком много. Нужно ценить, научиться, наконец-то научиться оценить свое я. Помнить, что у всех свои особенности. Я не сравниваю себя с людьми, которые сидят рядом или лежат со мной в палате, или живут со мной под одной крышей. Я – это я. А мир, который меня окружает, разделяется на формальный круг и близких людей. Когда я был абсолютно здоров, я мог это все путать, микшировать. Вообще, меня это не сильно колыхало. А вот сейчас я уже могу посидеть, подумать, и времени у меня для этого достаточно. И отпустить формальный мир или наладить с ним формальные связи. И осознать, что есть мой близкий ресурсный круг. Результатами коррекции восприятия болезни являются отсутствие страха самого страха, на котором я могу зафиксироваться, и это будет отравлять мне жизнь. Это как страх боли. Что такое боль невротическая? Не болит. Я так боюсь, что болит, что даже воссоздаю это болевое ощущение. И тревога снижается за счет того, что я научаюсь брать травму под контроль, психотравму, и я контролирую свое. На этом пути хорошо бы работать со своими чувствами самостоятельно или с привлечением специалиста. Мы сто раз это проходили, но еще раз вспомним. Распознать, назвать, отреагировать. Путь осознавания. Не бывает плохих и хороших чувств. Но я должна уметь дифференцировать негативные и позитивные. С позитивными как-то и само обойдется, а с негативными хорошо бы научиться работать. Называя их вслух или записывая, если в данный момент мне говорить вслух их неудобно, я беру эти самые чувства под контроль. Первый шаг к утилизации уже сделан. А потом я могу их отреагировать. Я могу их отреагировать прилюдно в группе единомышленников, ну или невербально пописав письма. Это называется нарративный подход. Человек сильнее собственных страхов и слабостей. Ресурс человека огромен. Независимо от того, насколько он болен и чем именно он болен, не все могут собственный ресурс распознать самостоятельно. Это тоже не хорошо и не плохо. Но все могут обратиться за помощью в этом направлении. Цель психологического сопровождения в ситуации онкологического заболевания невелика, не расширена. Это коррекция эмоционального и опосредованно физического состояния пациента в условиях заболевания. И, собственно, сводится к двум вещам. Помощи в адаптации к текущим изменениям и обучению контролировать свое травматическое состояние. Коротенечко о том, как это проходит в индивидуальном плане. Это короткий формат. Экстремальная психология всегда короткий формат. Это одно занятие, если обстоятельства не позволяют. Там может быть пять. Но, как правило, кратное пяти. И в зависимости от стадии заболевания 15 или 55 минут. В группе открытая форма, когда встречаются люди однократно, и тогда это вообще единственная встреча. Либо люди договариваются, что им хочется побыть вместе подольше, тогда это может быть семь встреч. Ну, вы видите все, да, на слайде. Мы занимаемся в лабораторном корпусе. И теперь есть группа ВКонтакте. Кроме сайта Института, есть еще группа ВКонтакте. И там с января, вероятно, да, Татьяна Вернина, будет открыта информация о наборе в эти группы. Как правило, это пять, максимум десять человек, которые, собственно, и договариваются о формате встреч. Если вам это покажется, да, интересно, пожалуйста, записывайтесь. Там будут разные формы работы. Все это можно посмотреть на сайте. Психологическая помощь не гарантирует выживание на любом этапе заболевания. А наши ценности – это самосмысление, свобода и ответственность за принятие жизненно важных решений. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что остались. Приятно, когда психология ценностей. С наступающими вас всеми праздниками и здоровья вам. Здоровья. Сейчас Татьяна Юрьевна еще ответит. У нас есть вопросик тут. Уважаемые коллеги, но те, кто торопится, могут идти. Просто у нас остался один вопрос. Он не совсем отвечает сегодняшней теме, сегодняшнего занятия, но он очень крайне достаточно важный. Больные, получающие профилактическую адювантную гормонотерапию ингибиторами ароматаза, в частности анастрозолом, у этих больных достаточно часто развивается разрежение костной ткани от степени остеопении до остеопороза. Это диагностируется при помощи исследования, которое называется денситометрия. Исследование при определенной рентгенологической лучевой нагрузке позволяет выявить состояние всей костной системы организма. И по показателю Т мы определяем, что у пациента остеопороз или остеопения. Пациенты, которые длительно получают ингибитор ароматаза, желательно хотя бы раз в полгода проводить это обследование, при выявлении остеопении или же остеопороза нужно обратиться к двум специалистам. Первый специалист, который этим занимается, это эндокринолог, который может установить диагноз остеопороза и назначить соответствующее лечение, или специалист – остеопоролог. Эти специалисты также есть в нашем городе. Направление к ним можно получить через врача поликлиники по ОМС. Это либо консультация эндокринолога, либо консультация остеопоролога. Я ответила на ваш вопрос? Узкие специалисты в этом вопросе – это эндокринолог или остеопоролог, который занимается конкретно остеопорозом. Вы знаете, есть еще, или же еще ревматологи, а у нас, я говорю, три специалиста, которые этим могут заниматься. Это эндокринологи этим занимаются, этим занимаются очень узко, это остеопорологи. У нас есть такие специалисты, зайдите, пожалуйста, в интернет или же через поликлинику, возьмите направление к остеопорологу. По ОМС бесплатно вас проконсультируют. Или ревматолог, если такого нет. Или ревматолог. Это опять-таки вас бесплатно по ОМС направит к тому специалисту, к которому вы прикреплены. Но я имею в виду поликлиника по месту жительства. Вот таким образом. Я еще раз благодарю всех за внимание. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу пожелать здоровья, это самое важное, нам здоровья, нашим близким и мирного неба. И до встречи в Новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова